Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Поняла, что семью создавать и выходить замуж нужно в 25-27 лет. Это самый оптимальный возраст для роста духовного и для перехода на новые уровни для взросления и для психологического комфорта. А когда уже 30+, с этим нелегко и уже не хочется, если не случилось. Как себя перенастроить, что можно в первый раз и в 32 года выйти замуж и детей родить? Как заполнить эту огромную пропасть потерянного времени? Спрашивает она ли? Ну, здесь в первую очередь, наверное, вот если так вот, какую-то вводную делать, да, то здесь в первую очередь зависит, наверное, от того, готовы ли вы сами признаться себе в том, что ваша позиция может быть ошибочная. То есть вы говорите, что поняли, что семью нужно создавать в определенном возрасте, вот, и говорите, что как себя перенастроить. То есть по факту вам нужно подвергнуть сомнению то, что вы поняли. Вот. А это нелегко, потому что нужно признать свою ошибку и, соответственно, согнуться с некой тревожностью, когда, когда получается, что если я ошибся, то нужно как-то вот действовать, ну, по-другому, да. Да, вот, что как бы жизнь, она, в общем-то, шире и богаче, и вполне многограннее, чем, например, то, как вы ее представляли, там, вот, когда поняли, что, да. Это первое. Если вы готовы расширять свое восприятие, если вы готовы личностно расти, и, вот, признавая, что не все так, как вот вам кажется, например, да, ну, вот, обращать внимание на ценности, вот, потому что в вашем, вот просто задайте себе, например, вопрос, да, какие у вас ценности вот в том, что вы описываете, да. Ну, у меня, например, с стороны видится, что семья здесь воспринимается как средство того, что я нормальный, вот, например. Но, по большому счету, семья создается только после выполнения некоторых условий, а именно, когда человек приобретает некую автономность, когда человек приобретает некоторую личностную глубину, некоторую самостоятельность, когда у человека выработаны свои ценности, своя позиция, свои границы, и тем самым он защищен от личностного уничтожения и поглощения. А второе, это когда человек кем-то стал, когда человек занял какое-то место в обществе. И не просто занял какое-то место в обществе, а когда ему в этом месте комфортно. Или, по крайней мере, человек движется достаточно осознанно и достаточно целеустремленно по какому-то пути в обществе, да. И вот только тогда можно думать о создании семьи. Семья не может заменить взросление. Потому что взрослеть в семье значит обречь себя на конфликты постоянные, на борьбу, на споры, детей травмировать. Семья не может служить источником психологического комфорта, потому что это личная ответственность человека. Да, семья может поддерживать. Семья может давать поддержку, семья может давать помощь. В семейной среде можно расслабляться и отдыхать, но психологический комфорт семья не дает и не должна давать. Потому что семья это не психолог, не психотерапевт в данном случае. Вот. Понимаете? То есть какая ценность у вас здесь? Какой ценность, как вы видите семью, для чего она вам? Мне кажется, что здесь семья рассматривается больше с точки зрения нужды, что я должна создать семью. Создавать семью ради семьи странно. Ведь это означает полное растворение личности в семье. Один человек, личность, всегда больше, чем что бы он ни делал. Поэтому, когда в данном случае мне видится, я повторюсь, мне видится, я могу быть не прав, но мне видится, что вы пытаетесь втиснуть себя в семью, сводя всю свою сущность к вопросу о том, создала я семью или нет. Но мне видится в этом, честно говоря, деструкция с одной стороны и сверхнадженность семьи с другой стороны. Что от того, создам я семью или нет, зависит то, буду ли я полноценный или нет. Но это не решается созданием семьи. Вопрос полноценности. Вопрос полноценности находится в голове. И когда вы создадите семью, вы будете дальше что-то уже с этой семьёй делать. Вы будете её подстраивать под, например, свою полноценность. Или будете зависимым партнёром. Поэтому в данном случае важно, чтобы семья занимала совершенно чёткую позицию в вашей системе ценностей. Чтобы это была и не последняя самая ценность, но чтобы это была и не первая ценность. Чтобы это было примерно, ну, третья-четвёртая по значимости ценность. Может быть, другая, там, где вам комфортно. Но, повторюсь, когда семья ставится выше значимости и ценности другого человека, начинаются проблемы и в семье, и с самим человеком. Дальше. Почему мне кажется провокационным ваш вопрос? Потому что задавая такого рода вопрос психологам, вы в первую очередь демонстрируете свою привязанность к стереотипам. Вы демонстрируете противоречия. Причём противоречия достаточно наглядная, достаточно яркая, достаточно поверхностная и сильная. То есть вы, с одной стороны, говорите, что вот я поняла. С другой стороны, вы говорите, что вот как мне себя перенастроить. Понимаете? И здесь есть несколько аспектов. В первую очередь, перенастройка означает, ну, как бы, ломку. То есть какой вам смысл себя перенастраивать, если вы что-то поняли. С другой стороны, я вижу здесь некую оторванность от вообще взаимодействия с людьми. То есть, ну, может же быть такая ситуация, что мы встречаем человека, которого мы любим, с которым мы, например, вместе живём, но с которым мы не создали семью. И мы можем жить с этим человеком, в принципе, довольно долго. После чего нам может захотеться создать с ним семью. Вот, в один прекрасный день. А может так случиться, что мы не захотим создать с этим человеком семью. И вот мы прожили с ним какое-то время, и мы поняли, что семью мы с ним создавать не хотим. То есть нельзя рассматривать вопрос создания семьи вне контекста взаимодействия с другим человеком, потому что семья – это взаимодействие нескольких людей. Вы же здесь говорите про себя одну. Понимаете? И когда вы говорите здесь про себя одну, то семья моментально превращается в какую-то цель. А целью семья быть не может. Именно целью. Цель – она глубже, она глобальная, она абстрактнее, она шире. Понимаете? Вот. И, соответственно, вот эти моменты, да, они ведь достаточно на поверхности лежат, эти моменты. То есть я ведь не сказал чего-то такого сверхоригинального сейчас. Это то, это те выводы, которые сделал бы, ну, наверное, любой человек, кто более-менее умеет думать и анализировать. Да? То есть вот со стороны. Вам, может быть, это не очевидно, но со стороны это очевидно. Но, тем не менее, мне кажется, судя по яркости противоречия, что и вам что-то очевидно. И если вам что-то очевидно, например, очевидно противоречие, что я что-то поняла и поняла неправильно, как на себя перенастроить, если вам очевидно это противоречие, и вы, например, не обращаетесь напрямую к психологу за тем, чтобы вам помогли, а задаете вопрос, то у меня невольно возникает к вам встречный вопрос. А вы правда хотите над собой работать? Вы правда хотите, как бы, ну, заняться психотерапией? Вот. Или вы просто ищите каких-то легких путей? Вот. Потому что легких путей в данном случае нет. Легких путей не существует. Почему? Дело в том, что когда вы поняли, что семью нужно создавать раньше, ну, поскольку вы это поняли, как мне кажется, вне контекста взаимодействия с человеком, потому что в контексте взаимодействия с человеком, в общем-то, все эти истории не важны. Я с кем-то встречаюсь, я кого-то люблю, я хочу с кем-то прожить столько, сколько мне осталось, мне особо важно возраст, время и так далее. Да? Но для того, чтобы в такой позиции находиться, нужно в известной степени опираться на себя и видеть и чувствовать ценность свою. Если вы этого не делаете, то, конечно, вы будете цепляться за семью, ставя в зависимость от факта ее существования, свою цену и свою значимость. Да? Вот. Если вы себе не доверяете, если вы себя обесцениваете в какой-то степени, то вы боитесь, боитесь идти на сближение с партнером. Вы боитесь близких отношений. Потому что, потому что прямое следствие того, что вы себя обесцениваете, заключается в том, что меня могут обесценивать другие. Это механизм проекции присвоения другому человеку того, что я думаю о себе. И, соответственно, ваше подсознание, скорее всего, защищает вас от близких отношений, от создания семьи. И защищает подсознание ваше от этого вас неслучайно. Мне кажется, вы не готовы для создания семьи пока что. Вот. Потому что духовный рост происходит, повторюсь, не в семье. Духовный рост – это личный путь человека. Семья – это следствие духовного роста. Причем, следствие как не единственное, так и не обязательно. Потому что духовный рост человека может привести в том числе и к тому, что человек сейчас скажет, что я пойду, например, монахом, да, и буду стану монахом, и дам обед безбрачия. Такое тоже может быть. Или стану там миссионером каким-нибудь и так далее. Вот. Понимаете? И именно вот в такой узкой, я бы сказал, весьма тесной парадигме вашего восприятия семьи и корреляции с возрастом, а речь идет о пяти годах. Двадцать семь, тридцать два. Пяти годах идет речь. Что не очень много. Учитывая возраст. Двадцать семь, тридцать два – человек мало меняется. Вот. Относительно того, как он менялся там с шестнадцати до, например, двадцати двух. Вот. Мне видится в этом провокативность вопроса. Не обязательно, что вы эту провокативность осознаете. Может быть, вы находитесь в действительно таком состоянии, да, переживании этого внутреннего конфликта. Может быть. Но так или иначе, провокативность есть. И чем провокативность опасна? Промокативность опасна направленностью на вторичную выгоду. Понимаете? То есть, как бы вы, не задавая этот вопрос, не преследовали цель получить какую-то вторичную выгоду. Например, убедиться в том, что семьи вы недостойны, или что перенастроить себя нельзя, и так далее. Потому что, например, в том, что нельзя себя перенастроить, частично вы будете правы, потому что нельзя себя перенастроить насильно, но можно увидеть в перенастройке, в возможности перенастройки, ресурс для развития и роста своего. Вот, как-то так. Теперь, что касается потерянного времени. Здесь история о том, что вы почему-то считаете, что можно прожить жизнь, не потеряв время. Вот только представьте себе, да, даже если не брать в расчет современный мир, да, в котором неизмеримо больше возможностей, неизмеримо больше способов провести время. Только представьте себе, что в древности люди, например, тоже выбирали, например, между тем, в каком направлении пойти охотиться. И когда эти люди выбирали неправильно, и оставались без еды, понимая, что совершили ошибку, они, вы думаете, горевали по поводу того, что зря потратили время на ложный путь? Нет. Люди просто брали и учились. Но вы почему-то не учитесь. Я вас не обвиняю сейчас. Я пытаюсь показать, что вы выбираете не учиться на своих ошибках, на недостаточной оптимизации своих ресурсов, своих сил, да? А вы выбираете как бы бичевать себя за потерянное время. Понимаете? Какая штука. Хотя время вы так или иначе потеряете, потому что выборов, возможностей все равно больше, чем вы сможете сделать. Вот и все. И здесь тоже есть вторичная выгода какая-то от того, что вы себе обещаете. Вот. Например, вторичная выгода такая, что я не ошибусь, я не совершу ошибку. Это может быть следствием того, что, например, да, что вам запрещали делать ошибки. Вот. Вот. Ну, вот. Ну, может быть такой. Такой. Такой момент. Может быть. Такой. Такая история может быть. К сожалению. И, соответственно, работать уже нужно с этим. И учиться быть к себе внимательной. Учиться быть к себе заботливой. Учиться быть к себе гуманной. Вот. Не избалованный. Нет. А именно гуманный. Понимаете? Какая штука. Вот. На это мне бы хотелось обратить ваше внимание. На это. Вот. Сейчас. По крайней мере. По крайней мере сейчас. Мне бы хотелось обратить ваше внимание на это. Вот. Такой ответ я могу вам дать. Сейчас. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения своих ценностей и так далее. Вот. И ваша задача, как мне кажется, заняться психотерапией. Вот. Удачи вам. Желаю всего самого доброго. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Обратная связь нужна вам, в первую очередь, для формирования первоначальных направлений для терапии. Вот. То есть то, с чего вы начнете свою работу. Но прежде чем ее начинать, задайте себе вопрос, готовы ли вы меняться. И готовы ли вы сталкиваться с тревожностью, которая наступает в всякий раз, когда человек выходит за рамки своего привычного восприятия. Вот. Психолог, психолог вам поможет в этом. Поддержит, направит, но решать вам. Всего самого доброго. Обращайтесь за помощью и не затягивайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...